Номер 1. f имеет разрыв в точке x0, а g непрерывно в точке f от x0. Может ли так быть, что g от f от x непрерывно? Бывает ли такое? Так, а можете мне просто в чатик в личку скинуть, вот в чатик в зуме, в личку мне скинуть, по крайней мере, ваши идеи? Что может быть, какой ответ, да или нет? Бывает такое или не бывает? Так, пока я вижу две версии, они противоположные. Так, нет, значит, не бывает. Я правильно понимаю? Как интересно. Ух ты, как интересно. Так. Пока что у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть голосов, что такого не бывает, и два голоса о том, что такое бывает. Интересно. Так, ну смотрите, значит, если вы утверждаете, что бывает, то вы в неком смысле в выигрышном положении, потому что вам достаточно придумать контрпример. Так. А разве не наоборот, что если бывает, надо доказать, если не бывает, то контрпример? Нет, ну сейчас, смотрите, здесь в задачке сказано, бывает ли такое. И если спрашивается, что, значит, в точности условие такое, может ли функция быть непрерывной. Это означает, что если вы хотите сказать, что да, может, вам нужно придумать какой-то пример. Если вы хотите сказать, что нет, так не бывает, то вам нужно доказывать, что каким бы функцией ни были, если они удовлетворяют условия, то, значит, не может такого быть. Так. Ну что, я хочу, чтобы кто-нибудь придумал решение. Вот смотрите, если вы считаете, что так не бывает, то вам придется придумывать доказательства. Так, кажется, у меня есть одно решение. Но давайте еще немножко подождем, чтобы пусть кто-нибудь подумает. То есть, чтобы все... Пусть еще все подумают, и, может быть, кто-нибудь придумает еще. Так. Так, запись идет. Так, ну что, смотрите, давайте попробуем понять, чего у нас вообще есть. Посмотрите, у нас внутренняя функция терпит какой-то разрыв. Ну, давайте представим себе, что у меня внутренняя функция как-нибудь вот так вот устроена. Вот у меня есть какая-то точка x0. То есть, тут у меня есть x, здесь у меня y, и вот у меня есть какая-то точка x0. И здесь внутренняя функция терпит разрыв. Ну, то есть, вот, допустим, она так вот росла-росла потихоньку, а потом взяла и в точке x0 претерпела разрыв и сразу же перескочила. Вот, допустим, здесь у меня было значение 1, а потом она сразу скачком стала принимать значение 2. Вот такая история. Может ли так быть, что когда я... Вот, как у меня устроена сложная функция? Значит, вот у меня меняется значение x, у меня меняется значение f от x, и дальше я это значение f от x подставляю в функцию g. И может ли так оказаться, что функция g устроена так, что она как бы не заметит вот этого скачка? Что у меня здесь меняется, меняется, меняется значение, дальше происходит скачок, дальше меняется вот так. А когда я подставляю эти значения в функцию g, то скачка вроде как мы и не видим. Можно на картинках, которые мы рисовали на лекции, можно попробовать это изобразить таким образом. Значит, вот у нас... Что такое... Чему соответствует вот этот скачок на этой картинке? Ну, он соответствует тому, что вот у нас здесь где-то есть точка x0. Значит, вот у меня эта ось x. Здесь у меня есть ось y. Еще у меня есть где-то ось z. Значит, и эта штука вся устроена так, что вот я, двигаясь, приближаясь к x0 снизу, у меня точки становятся близки... Ну, вот здесь вот у меня есть, например, точка 1. Вот у меня здесь точки как-то переходят вот так. А как только я достиг точки, самой точки x0, я взял и отобразился куда-то вот сюда. Вот здесь у меня будет точка 2. Вот здесь у меня есть какая-то вот такая вот картинка. Так, я вижу уже несколько ответов. Смотрите, вот у меня функция g, она зависит от y. У меня есть функция f, которая зависит от x, а еще есть функция g, которая зависит от y. И я хочу придумать функцию g от y так, чтобы вот такая вот штука, она бы вот, когда я пройду отсюда сюда, так, чтобы все это было бы непрерывненько. То есть так, чтобы я бы двигался, двигался, двигался вот здесь вот по x постепенно непрерывно. И вот здесь по y, точнее, не по y, а вот здесь вот по z, я бы тоже двигался бы тоже непрерывно. Так, вижу, что многие уже догадались. Ну, давайте я скажу. Значит, смотрите, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы у меня, что мы хотим от функции g. Вот смотрите, у меня функция f, точки, которые близки к x0, отображают в далекие точки. Вот когда точка сама x0 или чуть-чуть выше, мы приходим вот сюда. Значит, если у нас здесь точечка чуть-чуть ниже x0, мы приходим вот сюда. Близкие точки переходят в далекие. Мы хотим, чтобы композиция, то есть, когда мы применяем одно отображение, потом другое отображение, снова переводила бы близкие точки снова в близкие. Придумайте мне какую-нибудь такую функцию, которая мне отображает далекие точки в близкие. Предположим, взять функцию g от y равно 1. Да, отличная функция. Отличная функция. Значит, g от y равно 1. При всех y. Вот такая функция. Это чудесная функция, которая устроена так. Она все абсолютно точки отображает в единицу. Будет ли композиция непрерывной? Ну, для начала, чем будет композиция? Какой функцией будет композиция g от f от x, если g константа? Той же самой функцией. Той же самой, да. Абсолютно той же самой константой. Является ли константой непрерывной функцией? Да. Константы непрерывной во всех точках. Все. Победа. Значит, g от f от x будет тоже тождественно равно 1. Довольно часто используют такую запись. Когда хотят сказать, что значение функции равняется какому-то числу во всех точках, пишут не просто равно, потому что когда просто равно, непонятно, что это такое. Уравнение это написано или что. Пишут вот такое тройное равно, тождественно равно. Это означает равно во всех точках. Значит, у нас при вот так вот выбранной функции g, g от f от x, то, что тождественная константы, и это непрерывная функция. Все, задача 1 решена. Значит, окей? Да, все хорошо. Хорошо. Все верят в то, что константы непрерывная функция. Предел функции в любой точке равен той же самой константе. Так, ну хорошо. Дальше я тут вам накидал три задачки на дом, похожие по своему замыслу на эту. Попробуйте их потом сделать самостоятельно. Значит, смотрите, пятая задачка на самом деле обсуждалась немножко в другой форме. Обсуждалась, ну, по крайней мере, она была включена в предыдущий семинарский листочек. Значит, ну, давайте посмотрим на нее внимательно. Значит, что утверждается номер 5? Значит, мы хотим сказать, что функция экспонента непрерывна. Значит, что мы знаем? Что нам дано? Во-первых, мы знаем, что экспонента х это и есть сумма по k от нуля до бесконечности х в степени k разделить на k факториал. Значит, у нас было два определения для экспонента. Мы доказывали, или, по крайней мере, должны были доказывать, что они эквивалентны, ну, вот одно из них такое. Второе утверждение, которое нам дано, оно было включено в листочек про экспоненту под звездочкой, но мы им можем пользоваться. Это то, что экспонента сумма равна призведению экспоненту. Вот. И давайте докажем, что предел при x стремящемся к x0 экспоненту x равняется экспоненту x0. Значит, обсуждалась ли похожая задачка на семинаре? Успели или нет? Мы не успели. Так, ну, по крайней мере, кто-то не успел. Хорошо, давайте, давайте тогда быстренько обсудим сейчас. Смотрите, тут есть два шага. Шаг первый. Давайте сведем все к экспоненте в нуле. Значит, давайте скажем вот что. Вот из вот этого вот равенства следует, что если у вас есть какая-то, значит, вот давайте скажу так, экспонента в точке x-x0 это есть экспонента в точке x-x0 умножить на экспонента в точке x0. Значит, это утверждение, которое просто берется вот отсюда. при этом мы говорим, то, что у нас, ну, получается, вычитание аргумента приводит к делению на экспонент от него. Ну да, но это просто следствие отсюда. Ну, можно просто сказать, что давайте мы просто применим вот это правило, к, ну, как бы, прочитаем вот это правило справа налево и применим его вот сюда. Вот у нас, допустим, y это вот этот x-x0, а x это вот этот x0. Ну, тогда они сложатся x-x0 плюс x0 и здесь получится экспонент x. Вот это равенство читаем вот в эту сторону и подставляем вот сюда одну штуку, вот сюда другую штуку. Тут даже ничего не нужно думать про деление, просто вот это работает. Вот. Значит, теперь смотрите, чего я хочу сказать. Я хочу сказать, что если у меня теперь x стремится к x0, вот эта штука фиксирована. Осталось разобраться с вот этой штукой. Если x стремится к x0, то вот эта вот штуковина просто стремится к нулю. Поэтому, на самом деле, нам достаточно сказать, что вот эта штука, вот эта штука становится близко к единице, когда вот эта штука маленькая. Значит, это шаг второй. Значит, давайте посмотрим, давайте я просто обозначу y равняется x минус x0. Ну, понятно, что тут никакой проблемы не возникает, это просто сдвиг горизонтальной оси, ничего больше не происходит, ничего особенно интересного. Значит, но теперь, когда x стремится к x0, это все равно, что y стремится к нулю. То есть нам фактически нужно разобраться с пределом при y, стремящемся к нулю, экспоненты y. ну хорошо, смотрите, значит, если я считаю, что экспоненты – это вот такая вот штука, что вы можете теперь про нее сказать? Значит, экспоненты y, давайте скажем так, это есть y плюс нет, не y, то есть единица плюс единица плюс y плюс y квадрат на 2 факториал плюс y куб на 3 факториал плюс и так далее. Вот такая штука. Ну, смотрите, значит, во-первых, экспоненты… Ну, окей, значит, что у меня здесь происходит? Мне нужно оценить вот такую штуку. Я хочу сказать, что экспоненты y минус единица меньше чего-то. Ну, если я вычту из экспонента y единицу, то остается вот такая вот штуковина. Ну, можно сказать так, экспонента y минус единица не превосходит. Ну, давайте я сразу воспользуюсь правилами работы с модулями, потому что y может быть как положительным, так и отрицательным. Теперь, что я хочу сказать? Хочу сказать, что выбирая маленький y, я могу сделать вот эту штуку маленькой. Как это доказать? Через сумму пределов? Нет, потому что здесь бесконечная сумма. Если мы выберем игров меньше единицы, то каждое и следующее слагаемое будет убывать. Это правда, но я хочу не просто убывание, я хочу того, чтобы оно было бы сколько угодно маленьким. То есть, я хочу сказать, что для всякого эпсилона я могу выбрать такую дельту, что если y будет меньше, чем это дельта по модулю, то вся эта штука будет меньше эпсилона. Убывать они, конечно, будут. мы, наверное, возьмем какой-нибудь элемент y, чтобы он меньше ниц был, как вы сказали, и все элементы после него идущие мы приравняем ему. То есть, мы на ограничении оценку получим. Так, ну хорошо. Номер, например, k возьмем, у которого будет меньше уже единицы. Не, непонятно. Если модуль y изначально больше единицы, то все его степени тоже больше. Я не понимаю, кто такой номер k у вас. Номер k это у меня получается модуль y в какой-то степени k, деленный на k в реал. А, в смысле слагаемое. Да, и вот это слагаемое, оно меньше единицы. Не, ну хорошо, но допустим, что слагаемое у нас там рано или поздно найдется, маленькое. Нам же нужно доказать не то, что там хвост будет маленьким, начиная с какого-то элемента, а нам нужно доказать, что вся вот эта вот штука будет маленькой, включая, так сказать, начальное слагаемое. Да, да, Герман, правда, пишет в чатик. Значит, единственное, что неправда, не совсем, значит, понятно, когда такое epsilon. Значит, давайте я скажу вот что. Смотрите, значит, я значит, мы потребуем, чтобы модуль y был меньше какой-то дельты, дельту чуть позже найдем. Тогда как мы можем оценить? Значит, оценим всю вот эту вот штуку. давайте вот что сделаем. Давайте мы из этой штуки вынесем модуль y. Значит, оценим вот эту вот штуку. Давайте я скажу, что вот эта штука не превосходит модуль y умножить на такую штуку. 1 плюс модуль y делить на 2 факториал плюс модуль y в квадрате делить на 3 факториал плюс и так далее. А теперь смотрите, что еще известно? Известно, например, что вот эта самая дельта полностью в нашей власти. Значит, дельту мы сейчас сами выбираем. Я хочу выбрать какую-нибудь такую дельту, чтобы вот эта вот штука легко оценивалась. Какую дельту выбрать? Меньше единицы. Да. Если мы выберем дельту меньше единицы, тогда вот эти вот товарищи все будут меньше единицы. Значит, это все оценивается таким образом. Ну, давайте меньше либо равно. 1 плюс единица на 2 факториал плюс единица на 3 факториал плюс и так далее. А можете, пожалуйста, еще раз сказать, зачем мы вынесли модуль y за скобки? Ну, смотрите, мне хочется сказать какого-то такого типа утверждения, что когда y маленький, то вся вот эта вот бесконечная сумма будет маленькой. Я хочу представить всю эту бесконечную сумму в виде модуль y, который будет маленьким, просто потому что мы его таким сделаем, и какой-то вот такой оставшейся штуки, которая будет ограниченной. Вот сейчас я доказываю, что вот эта штука будет ограниченной, если модуль y меньше единицы. Или даже меньше либо равно единице. значит, что вы про эту штуку можете сказать? Значит, кто вот это, кто вот это такая, что это за сумма такая? Ну, мы можем эту сумму, мы можем вот факториала заменить, получается, четвертого члена на два вкатой. Ну да, можем. И оценить, как сумму бесконечно бывающей геометрической прогрессии. Да, можно оценить, как геометрическую прогрессию. Но на самом деле, можно сказать, что мы это уже один раз сделали, или хватит с нас. Потому что мы в точности знаем, чему эта сумма равна. Чему она равна? E. Это E. Поэтому эта штука точно просто меньше, чем три модуля y. И стало быть, это три дельта. И осталось, какую дельту осталось выбрать, чтобы эта штука была меньше епсалона. Дельта равна минимуму из единицы и это чем делить на три. Совершенно верно. Три модуля y, потому что вот эта штука это E, а про E мы знаем, что она меньше тройки. Я мог бы написать E модуле y тоже было бы правдой. Почему мы еще минимум берем из единицы? Потому что мы потребовали, чтобы модуль y был бы меньше единицы, иначе у меня вот эта оценка не срабатывает. Значит, вот эта вот оценка требует, чтобы модуль y был меньше единицы. И поэтому мне нужно на дельту наложить два условия, чтобы она была бы маленькой в сравнении с epsilon, это же нужно, чтобы вот это неравенство выполнялось. И мне нужно, чтобы дельта была меньше единицы, чтобы вот это неравенство выполнялось. Поэтому я требую минимум. ну и все. Значит, мы доказали, что экспонента стремится к единице, когда ее аргумент стремится к нулю. Ну и дальше мы пользуемся вот этим свойством и доказываем, что экспонента, ну как бы теперь, если x стремится к x0, то вот эта штука стремится к единице, а эта штука остается константой экспонента от x0. Поэтому все доказано, непрерывность экспонента доказана. как похоже на правду? Да. Смотрю, что там пишут в чатик. Окей. Ну что, едем дальше. Шестая задачка. Доказать непрерывность синуса. Пошли, пожалуйста, демонстрацию перезапустить, это что-то под лагер. Сейчас. Давайте перезапустим. Сейчас видно? Да, спасибо. Так, значит, следующая задачка. Напомните, у нас до скольки пара, чтобы я ориентировался по времени. 12.30. 12.30. Еще полчаса. не густо. Но у нас поле началось позже. Так, смотрите, давайте разберемся с синусом. И сейчас я рассчитываю на ваше активное участие, потому что задачка, на самом деле, похожа на предыдущую. Значит, номер 6. Доказать непрерывность синуса. здесь предлагается воспользоваться вот таким фактом. Видно, что я пишу? Да. Значит, у нас синус определяется геометрически, поэтому вот этот факт, который нам нужен, доказывается тоже геометрически. Значит, мы просто говорим, что синус это какая-то вот такая вот штука, значит, длина вот такого отрезка. Значит, вот у нас есть какой-то угол, это угол х. Значит, что такое этот угол? Этот угол это на самом деле длина вот этой дуги, поскольку у нас радианная мера угла, то углы меряются просто как длинный дуг единичной окружности. Соответственно, утверждение состоит в том, что вот эта красненькая штука, которая соответствует синусу, она будет короче, чем вот эта дуга. Ну, например, можно просто сравнить вот эту красненькую штуку с вот таким вот отрезочком. Значит, тут известное утверждение, что катет не превосходит гипотенузу в прямоугольном треугольнике, а с другой стороны вот эта вот штука явно длиннее, чем хорда. Но опять же, тут мы как бы пользуемся вариацией на тему нерависти треугольника на самом деле. Вот. Короче говоря, я считаю, что из геометрических соображений мы знаем, что вот этот факт верен. Дальше будем им пользоваться. Ну что, как доказывать непрерывность синуса? Значит, я хочу доказать, что предел при x, стремящемся к x0 синус x равняется синус x0. Помните ли вы какие-нибудь формулы из тригонометрии? Просмотреть синус разности. Да, значит, у нас есть, ну что можно сказать? Можно сказать, что вот такой предел это на самом деле то же самое, что предел при x. Давайте я снова скажу так, что это то же самое, что предел при y, стремящемся к нулю, синус x0 плюс y. Значит, если x стремится к x0, то это все равно, что здесь вот такой вот предел при x, стремящемся к x0, это все равно, что вот такая штука. Значит, и давайте посмотрим... Ну окей, я тут сумму написал. На самом деле, не важно. Давайте вот эту вот штуку как-нибудь преобразуем. Чему равняется синус суммы? Синус x0 умножить на косинус y синус y умножить на косинус x0. Да, как-то так. Когда я учился в 11 классе, я себе распечатал большую табличку, где были перечислены всякие страшные формулы, в том числе вот эта тригонометрическая формула. И я, честно говоря, до сих пор не то, что вот с синусом суммы там все просто, там никаких проблем не возникает, это просто сумма и понятная формула. А вот когда возникают какие-нибудь косинус разности, тут я уже путаюсь. Где-то там минус надо писать, где-то надо писать наоборот. Ну ладно, с синусом по крайней мере все понятно. Ну давайте теперь смотреть. И что из этого мы хотим извлечь, какой результат? Значит, мы теперь знаем, что у нас y стремится к нулю, а x0 это штука фиксированная. Значит, как бы нам вот эту вот штуку теперь, что бы нам с ней сделать, чтобы доказать то, что мы хотим? разложить по арифметике пределов на два произведения. У нас синус от x нулевого это константа, косинус от y соответственно у нас тоже константы. Ну да, это константа это единица при y стремящемся к нулю у нас будет. Косинус от x нулевого у нас константа, но синус от y стремящемся к нулю у нас 0. И все. Да, да, значит, смотрите, что я сразу покупаю. Значит, синус и косинус это действительно просто константы, с ними ничего не происходит интересного. Дальше, если посмотреть на вот эту штуку, то здесь видно, что у нас y стремится к нулю, значит, мы знаем, что синус ограничен модулем своего аргумента, поэтому если y стремится к нулю, то синус y тоже стремится к нулю. А с другой стороны, а косинус это какая-то константа, ну, значит, вся вот эта штука тоже стремится к нулю. Это я сразу покупаю. Теперь осталось разобраться с этим косинусом. Ну, про косинус можно сказать вот что, про косинус можно сказать, что он есть, так вот сказать про косинус. Ну, например, я могу сказать, что он есть корень из единицы минус синус в квадрате. Ну, а дальше можно, опять же, пользуясь там арифметикой пределов. У вас экран не много залогов, по-моему. У вас, по-моему, экран, ну, не происходит действия на экран. А, вот, все. Вот, тут на самом деле я сейчас понял, что и вот при таком способе доказательства я немножко забегаю вперед, потому что я как бы неявно хочу воспользоваться каким-нибудь утверждением о том, что там можно сделать воспользоваться непрерывностью квадратного корня, что-нибудь такое. В принципе, можно просто ручками сказать, можно ручками посчитать пределы этой штуки. А, ручками посчитать пределы этой штуки. Ну, да, ну, да, но можно как бы сказать, что такое эта штука. Ну, вот, мне нужно сказать, что вот эта штука будет маленькой. Значит, вот такую вот штуку хочу оценить. Значит, хочу сказать, что косинус стремится к единицы ну давайте ну давайте оценим значит эта штука до множество сопряженно это будет синус квадрат y разделить на вот такую штуку правильно ну а это будет вот такая штука вот модуль это поставить ну и все значит если у меня y становится маленьким то y квадрат становится там еще меньше и эта штука становится мягкой значит косинус тоже стремится к единице как понятно эта часть понятно что вот эта выкладка доказывает что у нас стремится к единице вот это смотрите значит я говорю следующее во первых синус в квадрате y не превосходит модуль y в квадрате а знаменатель как минимум единица единица плюс что-то положительное наоборот в плане у нас если если это все не превосходит y квадрат то у нас y стремящийся к нулю тогда у нас вот это все у нас косинус y должен стремиться к нулю нет 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 я из косинуса y я вычел единицу хорошо да я же единицу вычел я должен доказать что разница между вот этой штукой и единицы маленькая это я сделал как ответил на вопрос про вот этот переход значит я оценил знаменатель значит я оценил знаменатель сверху на марте я оценил знаменатель снизу я сказал что знаменатель больше либо равен чем единица а числитель я оценил по вот этой вот форме надо вот ну и все а дальше значит получается что действительно это стремится к 0 и стремится к единице это константа ну значит все стремится к единице все примерно все непрерывности но я бы сказал что нет но смотрите на утверждение про непрерывность это просто утверждение про предел как бы они доказываются также как доказывается все утверждение про пределы в конечном итоге но на практике на самом деле мы просто как бы если у нас реально функции за одной формулой то сейчас когда мы знаем про то что все арифметические операции с непрерывными функциями оставляют нас в классе непрерывной функции что композиция правильным образом написано оставлять нас в классе непрерывной функции мы грубо говоря говорим что если у нас какая-то функция за одной формулой вот написано какая-нибудь штука может быть может быть сколько угодно сложно синус от x квадрат разделить на x квадрат минус косинус x и все это еще там в десятую степень возвести что-то в таком роде скажу значит написано функция записано в виде какой-нибудь вот такой формулы но мы понимаем что это на самом деле что это такое какая-то композиция функций значит композиция там возведения в десятую степень и вот этой штуки но сама эта штука эта композиция синуса и вот этой штуки вот эта штука это какая-то дробь то есть деление чего-то на что-то вот эта штука это тоже какая-то сумма чего-то и чего-то и в общем в результате все разбивается вот эти вот эти операции а эти операции обладают тем свойством что если их составные части непрерывные то результат операции непрерывный поэтому единственное где у нас вот в таких вот формулах могут возникать проблемы это в общем там где знаменатель обращаются вновь понятно что бывают специальные там бывают всякие функции но вот функция тангенс x она конечно не всюду непрерывно но мы знаем что тангенс x это на самом деле синус x делить на косинус x и опять же мы знаем что синус и косинус непрерывный поэтому тангенс имеет разрывы только там где косинус обнуляется достаточно ли строго тогда просто говорить что тангенс непрерывный только там где косинус обнуляется и можно ли просто брать и ссылаться не знаю при решении каких-то заданий будущем ну да если у вас ну да если у вас нет если у вас нет теорема если там нет никаких ограничений вы можете ссылаться на то что все все тригометрические функции непрерывно всюду где определены все многочленные все рациональные функции определены всюду где где определены всевозможные композиции вышеупомянутых функций непрерывно всюду где определены вот просто это делается с помощью последовательного применения вот этой самой теоремы теорема сумме композиции так далее но другой стороны в какой-то вас могут попросить это обосновать подробнее ну вот вам тогда нужно предъявить вот это рассуждение что давайте докажем что вот эта вот штука непрерывно действительно она является композиция функция которая называется возведение в степень и вот этой штуки значит остается доказать на возведение в степень непрерывно остается доказать что эта штука непрерывно она является композиции чего-то и чего-то и так далее но вот так вот вам нужно раскрутить всю эту цепочку до того что вы доказываете для того чтобы пользуетесь тем что функция y равняется x непрерывно и там вот какие-нибудь из тех которые мы сейчас доказали вот сейчас значит вопрос был почему нельзя просто сказать что косинус y равняется косинус 0 равняется единиц когда вы говорите что но видимо вы имеете ввиду что не косинус y равняется косинус 0 то что он стремится косинус 0 но вы тогда пользуетесь непрерывностью косинуса мы сейчас хотим доказать очень похожий результат непрерывность синуса значит чтобы это доказать нам нужно ручками доказать что все это так работает значит про то что синус y равняется нулю про то что синус игрек стремится к нулю а это следует из вот этой оценки вот и вот отсюда это следует значит если мы знаем что ну как бы тема двух милиционерах модуль синуса ограничен модулем x а модуль x а стремится к нулю значит модуль синуса тоже стремится к нулю татьяна ответил на ваш вопрос